Всем добрый день! Я нахожусь на Старо-Ваганьковском переулке. Это один из самых интересных, пожалуй, переулков центра Старой Москвы. Начинается он тоже несколько неожиданно с номера 13. В общем, это объясняется просто. В советское время малые знаменские и Старо-Ваганьковские переулки носили общее название улицы Марса Эндельса. Теперь им возвращены исторические названия, имена, но нумерация осталась прежней. Вот переулку повезло с 13 числом. Ну и, конечно же, переулок очень повезло с домами. Почти каждый из них является достовремечательностью самого высокого уровня и памятником архитектуры. Продерженность переулка 200 метров. В старину переулок назывался Шуйский, Никольский, Благовещенский, Воздвиженский с конца XVIII века Ваганьковский. С 22 по 26 год Старо-Ваганьковский, с 26 по 96 улица Марса Эндельса. Потом было возвращено историческое название. Мы с вами видим сейчас дом номер 25. Это трапезная палата нового аптекарского огорода. В XVII веке участком владела князь Долгоруков. В 1676 году сюда от Троицких ворот был переведен новый аптекарский двор, изготавливавший и хранивший лекарства и травы для царского двора. А также съестные припасы, вино, водку, мед, соление. В 1730 году здесь жил со своей семьей царь Картли Вахтанг VI. В XVIII веке с фасада были стесаны все архитектурные детали. Он получил вид гладкой аштуратурной поверхности. В начале XX века трапезная была надстроена вторым этажом. В 50-х годах под руководством архитектора Новикова в здании были проведены реставрационные работы, после чего оно стало филиалом музея архитектуры имени Щукина. Здание Александровского подворья находится в доме номер 23. Подводе Успенского монастыря Александровой Слободы и Флорищевой пустыни построено приблизительно в 1670-е годы. В 1970-х годах проводилась реставрация подворья архитекторами Казакевичем и Путятиной. Вот это здание Александровского подворья. В 1978 году на его западном фасаде были восстановлены несколько первоначальных икон. На втором этаже находится дверной проем, куда вела наружную лыжницу с крыльцом. Она, к сожалению, не сохранилась. Здание каменное двухэтажное включает две разновидительные палаты, разделенные сенями, что характерно для жилых построек того времени. Оригинальные сводчатые перекрытия сохранились на первом этаже и в подвале. Парадный вход расположен с южной стороны, со двора. Крыльцо не сохранилось. Я уже сказала, что его существование напоминает только дверной проем на втором этаже, куда вела наружная лестница. После реставрации были восстановлены карнизы, наличники, решетки на окнах, а также высокая четырехскатная крыша с чердачными выступами. А мы с вами зашли во внутренний дворик. Здесь находится внутренний двор, скульптурный дворик, здание Музея архитектуры имени Щукина. Сам он стоит на воздвиженке фасадом, а его боковая часть и дворик получился на Старо-Воляньковском переулке. Сам музей в 1949 году носит имя архитектора Алексея Щукина. Располагается коллекция музея в доме Талызина. Это усадьба Талызина. Помимо выставочной деятельности, музей занимается научными исследованиями. В структуру этого музея, вы видите, входит здесь музей, трапезная палата. В 17 веке расположены здания аптекарского приказа, выставочное пространство Руина, а также научные отделы хранения фонда, библиотека, мастерские, фототека. Здесь также дом садовника. Можно увидеть вот здесь вот. Кстати, возле дома садовника представлена постоянная экспозиция. Ее можно увидеть и зимой, и летом. Здесь можно увидеть часть подлинных деталей убранства Триумфальной арки на Триумфальных воротах по проекту архитектора Осипа Баве. Триумфальные ворота были созданы архитектором Осипа Баве по заказу императора Николая I. Состоялись они 17 августа 1829 года на площади Тверской заставы. Скульпторы Иван Виталий и Иван Тимофеев создали великолепные рельефы, выполненные по эстизам самого архитектора. Это барельефы с военными доспехами, 44 герба российских городов, жители которых участвовали в войне с Наполеоном, и декоративные розетки, и композиции в архитектурной форме, повествующие об освобождении Москвы и изгнании французов из России. Темный чердунный скульптурный декор, выполненный на мышеческом заводе в городе Алерсин, на Тульской губернии, прекрасно оттенял белый камень, который добывали в подмосковном стиле Татарова. Триумфальная арка украшала площадь Тверской заставы до 1936 года, однако потом в связи с расширением улицы Горького был принят генеральный план реконструкции Москвы, и триумфальные ворота были разрушены. Перед этим были возведены обмеры арки, ее фотофиксация, и часть оригинальной скульптуры была передана в музей архитектуры. В 1962 году было принято решение о восстановлении Триумфальных ворот, воссоздание Триумфальных ворот на Крутузовском просперте. Арка восстанавливалась как часть окружающего ее мемориального комплекса, панорама «Бородинская битва», статуя Михаила Илларионовича Крутузова и музея Крутузовской избы. Основной массив арки, целый пилон и арочное покрытие были возведены из железобетона, фасад облицован белокаменными блоками. Подлинные же скульптуры и рельефы, колесницы победы, фигуры воинов, аллегория твердости и храбрости, летящая слава после тщательной реставрации установлены на воссозданном монументе, открытом в 1968 году. А часть подлинных деталей и убранства Триумфальной арки представлена здесь, в культурном дворике Музея архитектуры, и эту экспозицию можно увидеть в постоянном режиме, то есть она бесплатная, она и зимой, и летом можно ее увидеть, я уже об этом говорила, я была здесь зимой, снимала, и, к сожалению, я увидела эту экспозицию, я сняла ее, но, к сожалению, остальная часть скульптурного дворика, остальные скульптуры были закрыты на зиму такими деревянными ящиками, и мне очень хотелось прийти сюда летом или весной, когда это все будет открыто, посмотреть, поснимать, полюбоваться этим двориком скульптурным в полном объеме. И я это сделала сегодня, и вам решила об этом тоже рассказать, решила с вами об этом этим поделиться. Я уже сказала, что Музей архитектуры располагается в усадьбе Талызиных, и здесь есть флигель «Руина», которое это бывшее здание каретного сарая усадьбы Талызиных. Здесь также можно увидеть экспозицию. Здесь проходят выставки, и в 2009 году здесь директор музея Давид Саркисиан организовал в полуразрушенном тогда еще флигеле выставку. Чем приведет внимание, вторая выставка была проведена в 2012 году, и так вот за этим закрепилось название «Руина». Флигель стал восстанавливаться. Вы сейчас вот видите в центре скульптурного дворика, здесь про эти композиции, про эти памятники написано. Так что можете полюбоваться. Мне вот единственное, что сюда пускают свободно, мне единственное, что охранник сказал, что вот этого льва или кто это там трогать нельзя. Ну, я не знаю, зачем мне надо было его трогать. Ну, короче говоря, здесь, видите, все такое очень может посыпаться, в общем. Поэтому можно отдыхать. Здесь вот стоят такие интересные лавочки деревянные, как шезлонги по форме. И можно, конечно, посидеть, полюбоваться этими скульптурами, но ничего нельзя трогать. И это все бесплатно. Это все можно просто посидеть, отдохнуть. Никто не будет вас отсюда выгонять. Можно фотографироваться, но нельзя ничего трогать. Я думаю, что многие мостовичи знали об этом скульптурном дворике. Ну, а те, кто не знал, я рада, что я вам о нем поведала. Приходите, посмотрите, сходите в музей. В музей я не зашла в этот раз. Это, я думаю, зимой я буду по музеям ходить. Как раз сейчас, мне кажется, лучше гулять по хорошей погоде. Вот, а мы продолжаем дальше свою прогулку по Старо-Баганьковому переулку. Оставим этот дворик. Вот это музей, это усадьба Талызиных. Внутренняя часть, но с фасадом она точно такая же. Здание выглядит так же. Вот, здесь все расписано, все есть, везде указатели. Можно посетить музей аптековского огорода и палаты, и это все работает. И я думаю, что это очень интересно. Я сюда приду обязательно зимой, обязательно. Просто дворик я снимать уже, конечно, не буду, потому что он опять будет заколочен деревянными ящиками. И поэтому я решила сюда вот сейчас поснимать именно дворик. А зимой буду по музеям ходить. Итак, следующее здание – это дом номер 21. Вы видите, с правой стороны, желтенький дом построен в 1820-х годах, на месте стоявшей здесь в 16-18 веках церкви Благовещения. В доме прошли последние годы жизни живописца. Серова, умершего здесь в 1911 году. Об этом здесь сообщает мемориальная доска. С левой стороны где-то все новое здание советской постройки, поэтому как бы я их не комментирую, я о них вам не рассказываю. Дальше будет интересный домик. Это дом номер 19. Это территория усадьбы Трубецких. Здание построено после пожара в 1812 году. В этом доме жили врач Снегирев и ректор Московского университета Менсберг в 1911-14 годах. А в доме номер 17, строение 4, находится типография газеты «Московский листок» 1894 года постройки. И еще в доме номер 17 усадебный флигель, первый и второй этажи, вторая половина 18 века, третий этаж, 1876 год. А еще в доме номер 17, видите, какой большой дом, целый комплекс зданий, это главный дом усадьбы дворян Алладьиных, потом князей Голицыных, вторая половина 18 века. Здесь жил декабрист Голицын и главный дирижер Большого театра Альтания, артист художественного театра Москвин. Здесь размещались редарции различных газет, журналов, в том числе редарция либерального журнала «Русская жизнь». А внутри этого дворика тоже есть кое-что интересного. Интересное, давайте посмотрим. Возможно, не все заглядывают во внутренние дворы. Посмотрите. Это во дворе находится ритм-блюз-кафе, один из первых в России музыкальных клубов, основанный в мае 1998 года Стасом Наминым и его друзьями Валерием Меладзе и Андреем Макаревичем. Вы видите, что фасад здания покрыт огромной фреской из портретов более чем 40 мировых и российских звезд рок-музыки с автографами, оставленными некоторыми из них здесь лично. Это нужно отдельно долго смотреть, изучать. Эту стену на самом деле тут можно зависнуть. и вот такая вот есть стена тоже с красивыми фресками. Это отель. Здесь все в таком стиле сделано. Очень милый дворик, правда? Стоит того, чтобы в него заглянуть. Если вы будете гулять по Старо-Ваганинтовскому переулку, загляните в дворик дома номер 19, 17. Они и там, и там можно зайти. Ну и еще одно здание. Мне бы хотелось осветить более подробно. Это дом номер 15 по Старо-Ваганинтовскому переулку. Здесь была усадьба московского губернатора Левашова. Существующее здание построено в 1877 году архитектором Познеевым на месте дома первой половины XVIII века. Позднее оно было настроено четырьмя этажами. Во дворе дома номер 15 находится палата Левашова. Здание разновременной постройки. Первые два этажа начала XVIII века, пристройка, вторая половина XVIII века и тажа в 1877 год. К сожалению, вам внутрь двора зайти не представлялось возможным. Здание находится в руинированном состоянии. Они не восстановлены. Поэтому я вам рассказываю о том, что просто очень интересный дом. он получается, что настроен несколько веков. Вот вы видите этот дом сейчас. Далее дом номер 13, дробь 8. Это последний дом на этой улице. Я вам сейчас о нем быстренько расскажу. Это доходный дом Шамшиной. Постройки 1909 года. Архитектор Благовещенский. А фасады выполнены известным архитектором Шехтелем. Я лично просто фанатка домов Шехтеля. Мне очень нравится. Я всегда, когда хожу по Москве, я всегда сразу как-то четко вычисляю. Уже научилась. У него такая своеобразная манера фасады делать, что как-то сразу чувствуется. Один раз только я ошиблась. Это казалось не его здание. А так фасад Шехтеля, фасады Шехтеля всегда четко можно узнать. Ну вот, мы с вами прошли сейчас. Вот с правой стороны, еще раз повторюсь, это усадьба Левашова губернатора. А с левой стороны храм святителя Николая в Старом Ваганкове. Дата основания храма неизвестна. Первые упоминания о строительстве каменного храма относятся к началу XVI века. Считается, что храм был построен в 1531 году. А до этого на его месте стояла деревянная церковь, являвшаяся частью подворья Никола Песножского монастыря. В первой половине XVII века церковь была разобрана и на старом белокаменном подклете было возведено новое здание. В 1745 году храм снова был перестроен. Был освящен предел преподобного Сергия, затем главный предел, и была пристроена каменная колокольня. В 1792 году снова была разобрана церковь, и в настоящее время на ее месте стоит деревянный крест. Это была Севастийская церковь, она была частью этого храма. Далее вы видите последнее на этой стороне здание. Это на Старо-Варенковском переулке, это дом Пашковых. Дом Пашкова, у меня есть о нем отдельное видео. Вы видите фасадную часть дома Пашкова. Как ни странно, задняя часть этого особняка выходит и смотрит на Кремль. Это вот такая загадка, почему Баженов поставил так дом. Вообще в этом доме очень много всяких загадок, миф, легенд. Говорят, что здесь есть подземные ходы, здесь есть колодец таинственный, который ведет ходы, из которого ведут к храму Христа Спасителя и к Кремлю. Что здесь можно поискать библиотеку Ивана Грозного, якобы она хранится здесь, в каких-то подземельях. В общем, храмов и мифов об этом доме очень много. Это дом очень известный, дом в Москве. Практически каждый москвич и гость видел заднюю часть этого здания. Она выходит на Бородицкую площадь и смотрит прямо на Кремль. Поэтому другое дело, что фасадную вот эту часть, может быть, видели не все. Но вот она, тем не менее, выходит своим фасадом на Старо-Ваганьковский переулок. Ну, вот и все, пожалуй, на сегодня о домах на Старо-Ваганьковском переулке. Вы видите, сколько здесь интересных зданий, сколько здесь интересных дворов. Надо просто уметь гулять по улицам, смотреть по переулкам, смотреть, уметь находить интересное. Я раньше тоже не понимала этого. И Москва открылась для меня в последние годы совсем по-другому. Я научилась видеть, научилась ее чувствовать, потому что через такие вот памятники, архитектуры, как раз-таки можно понять город, можно понять его дух, его сердце. И это дает как-то возможность по-другому относиться к Москве, которая мне не является родным городом, но тем не менее я начала ее понимать и видеть совсем иначе. Поэтому смотрите, пытайтесь, кому это интересно, увидеть Москву, такой, какая она была, какая она есть. Это исторический город, это очень старинный город и красивый город. Поэтому я буду рада, если мое видео кому-то будет интересным, кто-то что-то новое узнает из него, кто-то, может быть, не видел этих переулков и сквериков, и придет сюда, и приведет здесь прекрасное время. За полчаса можно окунуться просто в историю Москвы. Я с вами на этом буду прощаться. Всем всего самого-самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам будет самое интересное гулять. Жду новых подписчиков, жду новые комментарии. Всем всего доброго. Пока-пока. До встречи на моем канале. До свидания. До встречи на моем канале.